была у нас договоренность на блаблакар ехать из ладикавказа до тбилиси но там короче вот тут мы и будем жить в тбилиси без крепости просто бомба а смутацминды просто пушка не вид это улица давида ага машины пели угадайте что мы сейчас будем делать есть кинкали ну что друзья вот наступило утро следующего дня а поспались кое-как оклемались от дороги такое сразу поменяли бабки вот тут все идем завтракать кафе антре и потом еще кое-что расскажу так друзья мы в кафе антре завтракаем в общем два кофе латте 2 этих вот круассана с начинкой и один просто сладкий круассан обошелся нам 28 лари почти 700 рублей вот что еще сейчас не поездка вам расскажу тогда наш путь из петербурга берись и начался с перелета санкт-петербург владикавказ точнее санкт-петербург беслан оказавшись беслане мы не могли не воспользоваться случаем и не посетить траурный мемориал в бывшей школе номер один в которой произошла страшная трагедия в сентябре 2004 года унесшая более 300 жизней из бесслана до владика домчали на местном таксисте за 500 рублей во владикавказе у нас была договоренность на блаблакаре о поездке до тбилиси до указанной поездки у нас несколько часов поэтому мы немного прогулялись по городу и так друзья вкратце короче какая ситуация была у нас договоренность на блаблакар ехать из владикавказа до тбилиси но там короче непорядочные люди перепутали даты либо я не знаю как приняло заблудение короче не завтра только будет владикавказе и мы решили ехать своим ходом короче взяли такси 700 рублей до границы а границы людкой лютая пробка короче она растянулась на километров на пять люди пишут там с утра здесь стоят в этой подки так сейчас идем до границы самое начало очереди будем пытаться вписаться какой-нибудь транспорт до тбилиси и так друзья мы вписались благополучно в машину двум замечательным женщинам из москвы вот прям перед самой границей шли наверное от конца пробки куда мы приехали на такси до самой границы наверное час километров 5 на прошли женщины эти стояли с 10 утра так вот прошли мужа русскую границу штампики поставили теперь ждем очередь на грузинскую вот мы добрали до тбилиси с горем пополам в общем сейчас время московская пол 2 по тбилисски сейчас пол третьего так вот а границу мы прошли по московскому пол десятого чем короче трендец день сумасшедший на границ просто жопа реально даже люди местные все это самое охренево это толки пробки были на границе в общем все добрались идем в хостел все в общем вариант через владикавказ который мы вчера пробовали оказался весьма сомнительный потому что и баблокар нас подвел но с другой стороны то что нас подвел был бакар это сыграло определенные плюсы потому что мы быстрее добрались до границы пешком дошли до самой границы непосредственно сели машину уже непосредственно у кпп и быстрее прошли а так бы мы ждали бы наверное до сих пор в этом на границе так что вот а мне так следующий раз я просто тупо пылищу бились чем вот такими вот изощренными способами сразу расскажу вам о том месте где мы будем жить в билиси мы выбрали недорогой гестхаус самом центре старого города этот гест представляет вся многокомнатную квартиру в которой живут сами хозяева и некоторые комнаты они сдают вот комната в которой будем жить мы тут в принципе есть все что необходимо кровать диван телевизор вешалка зеркало кондиционер лестра окно первый этаж и вот вид из окна на маленькую улочку и соседний подъезд здесь еще одну комнату туалет ванна и в итоге за 8 ночей мы отдали 400 лари что по мне так весьма неплохо а теперь друзья приступим непосредственно красавцу тбилиси и первое место куда мы отправились по извилистым улочкам старого города это старинная крепость нарекала возвышающаяся над историческим центром города вход в крепость кстати бесплатный нарекалу можно упасть двумя способами первый это пешком как сделали мы а второй это с помощью канатной дороги канатка до крепости курсирует от нижней станции расположена на другом берегу реки вам также необходимо иметь транспортную карту тбилиси метро мани которую необходимо купить заранее и пополнить карта стоит 2 лари и действует на весь муниципальный транспорт города а сама поездка на канатке обойдется вам два с половиной лари сама крепость никаких сильных эмоций не вызвала хотя стены нарекалы находятся в очень хорошем состоянии видно что они восстановлены со стен крепости открывается поистине потрясающий вид как на старый город или кумткваре она же кура так и на современную часть с новомодной архитектурой в общем в крепости побывать однозначно стоит хотя бы ради роскошных видов ну или фоточек в instagram ну а мы двигаем из крепости по горам по холмам парк тацминдо для такой прогулки тут проложена специальная туристическая тропа как мне кажется сквозь лес далее от шумных дорог и кстати по ней мы никого не встретили возможно нам повезло и мы шли по ней в одиночестве ну что друзья вот мы поднялись в парк тацминдо от нарекалы мы шли где-то наверно час расстояние три с половиной километра ну вот теперь сидим любуемся городом пьем кофе глиссе она уже frappe стоит она 5 лари мы взяли вафельку с мороженым стоит 9 лари сейчас будем наслаждаться потому что очень жарко ну и пару слов про сам парк раз мы сюда пришли парк тацминдо в тбилиси располагается на одноименной горе можно сказать такой классический парк развлечений ориентированный в основном на семейный отдых с аттракционами и каруселями покатались на этой карусельки теперь немного даже плохо укачала каруселька кстати прикольно мне понравилось выглядит вроде как не очень стремно на ней было так стремновато даже детской давление как детская но нифига не детская но кому не интересны аттракционы сюда точно стоит подняться ради потрясающего вида на тбилиси ведь как говорят это самая высокая точка в городе итак друзья в здании фуникулера в ресторанчике можно отведать пончики вот такой пончик стоит полтора лари их нам посоветовал отведать наш хозяин из хаоса я сейчас будем их дегустировать с водами логидзе пончик с кремом вкуснятина очень советую попасть парк можно несколькими способами пешком как мы на автомобиле на муниципальных автобусах и наверное самый популярный это на фуникулере с парком татсминга спускаемся на фуникулере проезд стоит 3 лари для того чтобы спуститься или подняться на фуникулере необходимо помимо денег еще и приобрести карту парка карта стоила 2 лари на эту карту вы вносите деньги и расплачиваете как за фуникулер так и за аттракционы за другие услуги на территории парка производится наличный расчет от фуникулера решили пешком прогуляться до метро ростовели вот по таким замечательным улочкам старого тбилиси старый тбилиси абсолютно прекрасен и в этом нет никаких сомнений несмотря на всю явную неухоженность и ветхость зданий разбитые тротуары и аварийные дома есть ним какой-то шарм определенно точно можно сказать что тбилиси-то город с душой тем временем мы вышли на одну из центральных улиц тбилиси проспект шата ростовели а вышли мы сюда ради того чтобы дойти до станции метро ростовели где у нас назначена встреча с нашей подругой практически местной жительницей вот она идет мы такие привет а ты как привет меня зовут катя это улица давида агмашина бели раньше называлась улица плеханова и до сих пор многие таксисты ее так знают то есть если вы едете сюда вы говорите мне на плеханова чем знаменитая примечательна эта улица но эта улица я думаю была сделана для привлечения туристов и здесь много возможностей для проведения свободного времени здесь в том числе находится отличный винный бар в который я как раз вас сейчас виду пришли в отличное место для дегустации вин хванчикара из двух сортов винограда это божественный напиток вот в этом вот замечательном месте папа хамингуэй дегустировали вино по совету Екатерины и вот у нас по 2 по 2 литра вина белого сухарика моего и красного полусладкого для анастасии герой угадайте что мы сейчас будем делать есть хинкали в ресторане как называется ресторане теплис вот 12 штук сайте какая красота чаще будет графинчик вина красного полусладкого литр и вот одна хинкалька с грибами на пробу вот собственно вино и у нас все сырные ассорти качета какое копченый сулугуни а это что на сыры обычно сулугуни и меритинский сыр квэлли сыр квэлли вот это вот но это не точно итак друзья ну поужинали мы в ресторане тифлис очень приятное место цены такие же как и везде в обычных кафешках такие же цены как в ресторанах где мы сегодня были как и в прошлом году были цены одинаковые примерно так что не парьтесь по поводу цен здесь все одинаково и вкусно примерно везде все одинаково вкусно все девяносто в ночи с катерой спрощались идем в хостел тбилиси определено стоит того чтобы его посетить хотя бы раз и наверняка вы влюбитесь в этот прекрасный город и будете мечтать сюда вернуться снова и снова как это случилось со мной потому что это живой энергичный яркий красивый город с большой душой так что ответ на вопрос стоит ли ехать тбилиси конечно стоит всем тбилиси пацаны